глядя на вот то что вы видите может показаться что в америке вообще все по-русски говорят но это не так это не так витя вот вопрос нужны ли америке еще и мигранты вот вроде едут и едут и едут и едут и едут из россии мигранты очень нужны так что делать украины так с украины украину очень тоже но вот и из такой страны как индия например можно уже и притормозить с моей точки зрения очень много так сказать уже уже понаехали когда их так сильно люблю так сильно уже в кремниевой долине много так в америке ездишь они уже появляются до появляются например приезжаешь главный город фиэтл так ну вот и приходишь там в констанс рум там садишься и там они такие они очень сильно темненькие такие они там отличаются от наших то есть вот наши наш но в наших от наших которые в кремниевой долине да они они там более американизированы здесь они очень как бы сказать их так много что они мало американизировать они ходят в своих вот этих вот сюртуках там и и даже выражение лица вот они отвечают я вижу меня студенты приезжают иногда из индусы но вот из других штатов вообще совершенно другой народ а я им когда говорю слушай а как тебе вот тут они ужас говорят они прямо такие лица идет ужас мол ну хорошо а вот эта история произошла например с басками вот те которые французские баски так они совершенно слились так это не так давно ездили баскантри да и смотрели как живут баски так вот французские баски они слились французами они уже отделяться не хотят ничего так и у них уже кухня это знаменитая чем баска и она уже ничем не отличается от обычный французский да ты что говорят они по-французски у них там есть свой язык хитром название так ну вот во франции и баски на нем там языке практически уже не они то это слово бисквит не происходит от басков типа басквит знаю но так а вот в испании баски вот так борется вот когда с каталонии разберутся они тоже собираются там тоже отделят может быть это не просто бабки так делится язык чего им баски у них своя культура они это древняя культура еще до римской империи они существовали даже что они исключительно старый народ как выяснилось так побывав там но интересно там их культурой я особенно не занимался там наверно что то есть интересно не давай мы к нашей кушать покушать например очень хорошо вы к американскому я к тому чтобы но насколько басков испании намного больше так так они там живут именно вот варятся своей басковской как бы я не не интегрировать не интегрируется там кусочек немного и они постепенно растворились я думаю это еще зависит от того насколько культура их принимает то есть насколько она препятствует или способствует их интеграции значит давай вот чего-то страна не не кремниевая долина и не конкретно технологии а вот страна в целом вот мы как страна мы хотим больше иммигрантов или мы говорим ну сколько же можно то ну ё-моё ну шоу же понаехали то мы хотим чтобы иммигранты приезжали но чтобы уж не такими ордами это все шло чтобы как это было под контролем и вот на сегодняшний день законопроектом выставляется что уменьшите иммиграцию в два раза легальную прошу вот так вот легально это вообще никогда в истории никогда в истории в последние никто не выступал против легальной иммиграции чтобы ее сократить а в чем же смысл то легальная иммиграция сократить да зачем ну потому что сейчас есть какие-то цифры они хотят чтобы цифры были вдвое меньше подожди а как же наши амбициозные проекты по там вложению триллиона долларов в инфраструктуру пахнет дымком но это вряд ли этот дымок из винной долины дымком хорошо где же у нас и так людей не хватает безработицы почти на нуле и и как же мы еще сократим капитализм это же не советский союз да у нас такой вот называется это рыночная экономика так supply and demand так значит если каких-то специалистов не хватает да значит за них будут больше платить они будут получать больше зарплаты и всем будет значит за строительство того же самого моста мы заплатим там вдвое больше денег строительство того же самого моста но есть скорее всего это мостов мало коснется у нас долине там всякие программисты тестировщики и станет еще меньше спрос поднимется к миши портному придут толпа народу и будет проситься потому что зарплата у тестировщика вырастет там на 50 процентов и интерес сразу появятся вот сейчас например натуральные американцы так которые вот здесь как бы уже родились они не идут на компьютер сайенс они компьютерами вообще интересуется интересоваться не хотят это а почему слушаю что они так сложная работа начальники на тебя ругаются нет вот быть программистом это да а что в макдоналдсе что стоять менеджером это еще хуже у макдоналдин не конкурирует с теми людьми которые работают программисты ну хорошо давай им и пойдут в адвокаты пойдут во врачи да или вот они сейчас идут в разные как бы специальности но вот программирование вот там как бы американцев нормальных как бы простых белых американцев и как бы там нет в университете посмотришь на я читала скажем сан-н-зе стоит до этого университета как городе сан-н-н-зе китайцы больше русский белый человек там был один на группу меня была такая группа 30 компьютер сайт компьютер сайт один был белый один черный так как по веселый гуси а из индивиде все нормальные уже такие всякие китайцы Подожди, а вот в Санта-Круст ты преподаешь? Там как этнический состав? Примерно такой же у меня была. Одна очень симпатичная девочка из Югославии, и одна была девочка по имени Ольга. Из Швеции? Да. Могла быть мексиканкой. С 97-го года я преподаю, между прочим. Прикинь, сколько? И все кто же? Китайцы тоже? Китайцы, индусы. Или какие-то такие вот люди. Такие с многочисленным переездом, скажем, он из Ирана, он потом поехал в Австралию, потом еще куда-то переехал. Ты знаешь, когда 20 лет... Там какие-то сложные варианты. 20 лет назад, когда моя дочь училась в Беркли, и у нее были друзья там какие-то, ну вот они технари были с компьютер-сайенс, с электрико-инжиниринг. И я когда спрашивал, а кто же там учится, она говорит, ну вот либо китайцы, либо индусы, либо русские. Я говорю, а как же, ну, американцы. Она говорит, как-то, вот не видать. Вот не видать. Вот это точно то, что я тебе сказал. Но я говорю как бы из того, что я вижу в своем... Слушай, может быть, знаешь чего? Может быть, все-таки наша система неправильная. То есть мы, как государство, да, тратим колоссальные деньги на гранты, на стипендии, на все эти дела. Мы даем эти деньги людям, которые учатся хрен знает чему, грубо говоря. А в это время мы привозим из Индии, привозим из Китая, привозим из разных стран инженеров, вместо того, чтобы мотивировать нашу молодежь стипендиями, грантами, понимаешь, изучать вот эти вещи. Ну что же это такое? Это вот к тому, что я тебе сказал, что есть как бы рыночная экономика, supply and demand, как это по-русски сказать, спросо-предложение. И спросо-предложение, значит, если много работы, из-за нее хорошо платят, так туда народ идет. Да подожди, у нас же еще государственная политика, мы же тратим триллионами, миллиардами большими, тратим на субсидии. Мы государственным учебным заведением, мы же их субсидируем учебное заведение. Вот смотри, у нас есть, допустим, там, я не знаю, университет Беркли. Если ты житель Калифорнии, он тебе стоит там в пять раз меньше, чем если ты приехал откуда-то. Это субсидируется. Субсидируется, конечно. Теперь, так чтобы им не субсидировать, тех, которые изучают новосайенс, да, и чтобы мы не возили людей из-за границы, чтобы у нас собственный народ деньги зарабатывал. А мы субсидируем те программы, где они работают, и потом не зарабатывают ни шиша, и налогов не платят. А мы везем черти откуда. То есть государственное планирование, говорит, нехорошее, получается, без учета потребностей страны. Значит, как-то можно это, да, улучшать. Мы платим деньги, налоги платим. Платим. Они их разбазаривают. Ну, эти налоги, кто по ним учится, если приезжают, скажем, сюда китайцы из города Шанхай, например. Они теперь освоили, например, есть такой Брэндайз Юниверсити. Вот из личного. Еврейский? Да, он был Брэндайз, это был первый Джастис, первый верховный судья, который оказался еще во времена антисемитизма, он оказался в 20-30-е годы, он оказался верховным судьей, он совершенно замечательный первый еврей, который оказался на этой должности. Он совершенно замечательный, легендарный даже человек в этом смысле, и в честь него вот назвали этот университет, он на первой странице US News and World Report находится, который, то есть, входит в лучшие 25 университетов, и китайцы его прозвали еврейским Харбордом, что на самом деле имелось в виду создать. И очень активно в него въехали. Иностранные студенты? Да, и вот сейчас, например, мой сын там учится, у него в группе там белых людей, ну не знаю, несколько, их практически нет. То есть в еврейском университете евреев нет? Они учатся на других программах, там нет, они есть, там, в самом деле, их много, но они учатся на всяких программах типа бизнеса и undergraduate всякий такой. А вот то, что вот он сейчас, программа, там у них есть китайцы местные, и есть китайцы, которые приезжают из Шанхая. Они приезжают, как я понимаю, они никаких особых субсидий не получают, но у них папа с мамой там достаточно наборовали уже в Китае, поэтому они приезжают, самым замечательным образом платят, и, грубо говоря, половина из них остается в Америке. Из Российской Федерации они недостаточно наборовали, чтобы учиться в Брандайзе? Вот это вопрос, который мне вообще очень интересует. Из Российской Федерации этот же самый метод должен был бы прекрасно тоже работать. Из Российской Федерации можно приехать, поступить в университет, ну там есть какой-то конкурс, естественно, и учиться не обязательно в Брандайзе. Да, конечно. Ну, есть студенты, и в Стэнфорде я вижу постоянно ребят приезжают. Мало. Мало, очень мало, да. Для китайцев, для индусов это стандартный путь. Они приезжают, они учатся, когда они уже несколько... Я не знаю, сколько надо на самом деле прожить. Если ты год проживаешь, ты уже становишься как бы жителем Калифорнии. Не-не-не, не иностранные студенты. Если они иностранные студенты, там свои какие-то, наверное, нюансы есть, но в общем, деньги для них это не помеха, потому что все это окупается вообще по страшной силе. Ну, то есть в семье есть деньги там. Ну да, но вложенные деньги, даже если ты берешь какие-то займы, так же, как мои дети, скажем, они частично финансировали с родителями, частично финансировали с какими-то там займами. Ты знаешь, что по Амстердаму идешь, и тоже как в Китае, то есть там белый человек, в общем-то, не так часто встречается. Наверное. Вот, помнится, ходили мы со света, я думаю, надо же, вот, а где же местные? Местные. Короче говоря, вот этот путь, приехать, получить образование и остаться, это превратился в стандартный, один из, совершенно легальный, без всяких этих фонусов. Да, для тех, кто из Китая, из Идии. Да, но никто, никаких, нет там специально, это не нужно, там, как я понимаю, не нужно никаких лоеров для этого врать, никаких юридических трюков не нужно. Ты пришел, ты выучился. Да. И легально в стране находишься. Потом ты получаешь работу после этого, если работа, требуешь спроса, а естественно, они идут туда, где требуешь. Я не надо. Я хочу, я вас догоню. Окей. Хочешь лениться? Получается работа, которая требует какой-то спрос. Так. И все, и потом они, да, оформляют, оформляют какую-то бумагу, что из местного населения они не могли найти никого и взяли вот. Нет, ну рабочую визу делают, понятно. Делают рабочую визу, и после этого они, но они уже здесь выучились, они уже... Кроме того, могут в брак вступить. Могут в брак вступить, за 4 года образования они уже... А потом можно пойти на мастера, потом на PHD, это такой путь. Такие есть, да. Да, очень много. Я знаю индусов, очень толковых, очень хорошие ребята, они получили PHD, они здесь на расхват. А правда, давай к эмиграции, а нужны нам простые люди, которые могут, например, чинить там кондиционеры, водить траки, делать такую работу. Ну, не совсем там траншею копать лопатой, а так, ну, типа техника уровня, вот. Ну, вот работают, типа работать в поле, например. Не, ну, в поле. Такие не нужны, потому что их туда никто не возьмёт, это захвачено. Работы вообще очень разделены разными группами, которые сюда приехали. Вот, работа, например... Имеет место, да. Да, вот если ты, например, хочешь быть младшим медицинским персоналом... То приезжай из Филиппин. То ты должен быть филиппинкой, да, иначе тебя не возьмут. Если ты, например, хочешь быть в бьюти-бизнес... А что это делать надо? Ну, это делать, это начиная от парикмахерских, окончая всевозможными... Ногти? Когти, ногти, да. А, ну, это вьетнамский делал. Это вьетнамский делал. Да. Ты должен быть вьетнамкой. Если ты хочешь быть садовником... Да. Кем ты должен быть? Мексиканцем. Мексиканцем, правильно. И даже если ты будешь очень хорошим, тебя никто не возьмёт, тебя не протолкнулся. Я думаю, я думаю, что взяли бы с радостью, но просто за такие деньги белый человек работать не хочет. Вот эти деньги, за которые вьетнамцы работают или мексиканцы, белый просто не пойдёт. Не факт. Если ты белый и без всякого образования, или ты, например, студента хочешь подработать... Да. Ты, может быть, и не против бы вот там вот что-то такое сделать? Что, не возьмёшь прям? Ну, трудно пробиться, но там такой бизнес, где очень много работодателей. Да. Ты приходишь там ко мне прибирать дом или... Прибирать дом этот там схвачено, в принципе, мексиканцами, но поскольку домов очень-очень много... Да. И каждый свой дом как бы... А мексиканцы воруют, ты знаешь что? Вот у нас сколько их было, обязательно воруют. Либо шампунь там из шкафа потихонечку прибирают, либо вот у нас недавно там стояло несколько наборов чемоданов в гараже. Там полтора набора, значит, украли. У Светы золотишко там как-то, значит, тоже обнаружилось. То есть как-то вот, не знаю, осадочек остаётся нехороший. Понятно. Ну, это как бы может быть, не обязательно быть мексиканцем для этого. Нет, нет, не обязательно. Любой может это делать. Ну, то есть простые люди нужны или нет? Мой личный экспириенс такой не показывает. Мой личный опыт с мексиканцами ничего такого не показывает. Они работают, они... Ну, настройки хорошо работают обычно. Честно, работают, настройки работают. Вот нам сейчас крышу меняли на весь дом. Да. За полтора дня поменяли всю крышу. Это вообще... Ну, есть исключительно квалифицированные. Очень квалифицированные. Очень квалифицированные, очень грамотные. Поэтому вот есть вот такой средний технический персонал. Да. Но стране, стране нужны люди, которые, ну, попроще. Вот не обязательно программисты или там физики, а вот попроще. Нужны. То есть пусть приезжают, обустраиваются. А вот как, что делать с английским языком? Многие спрашивают, а можно так приехать, а уже английский на месте? А вот лучше приехать, и уже английский немножко знаем. Намного лучше, намного быстрее. Потому что первые несколько месяцев они как бы... Так наши женщины уходят. Ну, да. Первые несколько месяцев они как бы критические в жизни, когда ты приезжаешь. Что-то там приехали, и вот читаешь, например, книжку. Такой толстый есть манускрипт, такие мемуары Миши Портнова. Читаю, что вот там... Нисколько про него лично, он там немножко, конечно, там преувеличивал, что он приехал уж совсем ничего, ничего не знал, ничего не понимал. Абсолютно ничего не знал. Ну, я как-то не слабо верю. Как и в господи. Ну, вот куча народа вокруг, которые приехали, ничего не знали. Ну, да, они вот ничего не знали, они... Ты уже попадаешь на какой-то вэлфер, ты сидишь на этом вэлфере, ты уже начинаешь свою энергию тратить на то, чтобы как бы... Получить больше, не давая ничего. Получить больше, чтобы что-то выхитрить из этого дела, какие-то футстемпы, чтобы тебе что-то еще дали. То есть это все энергии уходят совершенно в другое русло. Много народу эта трясина засосала так, что они уже не смогли вернуться к нормальной жизни. Да, и после этого ты уже... Вот проходит буквально, я не знаю, месяц три, наверное, и уже полгода, может быть, и ты уже как бы тебе трудно вернуться. Ну, вот для примера из личного оборота. Да. Когда я приехал, и вот моя вот говерная приехала, мы, причем я уже был, скажем, не очень молодой, и учили мы... Там 30 копейек меньше. Да. И учили мы английский, конечно, в Советском Союзе, это было все как бы и так, и так, ну как бы старались, но как бы это был британский, английский... Давай я с подсолнечной стороны стану. Ну, давай. Так, раз, раз, раз. Да, так. Было не совсем понятно, но мы вышли на работу, как бы то ни было, через 10 недель мы оба работали. Но вы говорили по-английски. Мы по-английски говорили, и нас по-английски понимали с нашим безумным акцентом. Подожди, это было до рецессии, когда упало все, и работы не было. Ну, рецессии тут было несколько волн. Ну, когда вы приехали, это еще было хорошо с работой? Какой год был? Не имело никакого значения. Какой год был? Это был в 88-м году. Ну, так хорошо было в 88-м году. В 88-м году было приемлемо, нам и куда-то попали. Да. Потом моя компания быстро закрылась. Женщина вообще через буквально 5 недель прогнали с работы, она на другую работу устроила. Но во всяком случае у лужица сразу попадаешь в русло, то, что тебе нужно искать нормальную работу по специальности и как бы двигаться в этом направлении. А реальный язык появился где-то, я тебе скажу, через полгода. Это быстро? А, ну, вы были не с нуля. Да, да, да. Дослушай. Да. Мы были не с нуля, но у нас был английский, ну, вот как его в Советском... Сейчас в России, конечно, можно выучить намного лучше, потому что есть интернет-записи, есть интернет, ты можешь преподавателя какого-то с кем-то договориться. Конечно, конечно, иностранное, чем в скайпе. Что кто-то с тобой разговаривает. В Советском Союзе ты не мог встречаться с иностранцами? Да, безнаказанно. Безнаказанно, да, это же не серьезно. Да. И вообще с иностранцами, ты же понимаешь. Даже если ты с ним на час встретился, это... Витя, скажи людям, если ты встречался с иностранцем, а потом у тебя в кармане 10 долларов нашли, сколько за это дадут? Ну, за это сколько угодно могут дать. И могут найти все, что угодно. Могут прийти к тебе на квартиру и найти атомную там бомбу. Нет, ну, даже если по-честному. Нет, так по-честному находили все, что угодно. Могут найти запрещенную литературу какую-то, которую у тебя до этого, до начала обыска как бы не было. Нет, ну, Майк, так можно сказать, что и доллары у тебя были, а их не было. А если у тебя правду нашли десятку, вот какая статья была за это? Не знаю, но можно вляпаться в эту серию. Очень серьезно. Незаконные валютные операции, это страшное дело. Могут на операции доказывать, что у тебя нет еще там много-много десяток. Друзья, а вы можете ходить с долларами, с евро, и вам ничего. Да, но сейчас даже и ходить-то ни с чем не нужно. Слушай, так они еще недовольные, понимаешь? Сейчас-то на интернете можно учить. Так даже никаких интернетов не было в 70-е годы, когда я учил свой английский. Не говоря уже о том, что нас учили британскому английскому, что выяснилась отдельная как бы проблема. Потому что, ну, когда он в твой родной языке, в совершенстве, ты можешь настроиться на акцент. А когда вот тебя это выучили, выясняется, что это как бы не совсем то, о чем в Америке говорят. Причем наш-то американский, он же даже проще. Наш-то американский. Так вот я что начал тебе говорить? Где-то через полчаса, полгода после приезда, я обнаружил, что я сижу как бы на митинге, и очень плохо понимаю, о чем говорят. Через полгода? Да. Ну, очень плохо понимаю. Потому что, когда говоришь один на один, это совершенно другое дело. Они под тебя подстраиваются. Они под тебя подстраиваются, они говорят немножко медленнее, тебе как бы не нужно, не то, чтобы тебе нужно, чтобы они какие-то словарные запасы уменьшали. Так, я сейчас меняю дислокацию. Знаешь, что я хочу к этому добавить? Что люди образованные говорят намного понятнее. Вот когда ты говоришь с интеллигентным человеком, он, во-первых, подстроится, во-вторых, когда он видит, что ты не понял, он скажет то же самое, но по-другому. Ну да. И они еще умеют говорить понятнее, они знают, как это делать. А если люди простые, вот с ними проблема, он тебе 10 раз одно и то же повторит, вот не дрогнув. Абсолютно то же самое, да. И не дает это никакого эффекта, потому что если ты вот не можешь это расслышать, то ты и дальше не можешь расслышать. Да, да. Ну не злятся при этом, так они. Так вот, в самом начале, когда я только начал работу, они меня как бы не звали ни на какие митинги, потому что я как бы был... Начинал. Начинающий. Так а что ты делал-то? Ну как, сидел, программу писал, мне сказали, что писали. На чем? На чем? На макинтоше, это было вообще очень смешно. Боже, а что за язык тогда был? Появились только на сиэпесу. Ага. Сиэ я как раз знал. Макинтош я первый раз увидел в России... Без пласт-властов. Просто так, по-простому. Никаких макинтошей в России не было. Они вообще появились... Personal Computers появились где-то в 84-м году вообще. Но не макинтоши. Макинтоши чуть-чуть позже появились. Ну, вскоре после они были. Да, да. Вот, мне показали экран, я как бы узнал, да, клавиатура, это понятно, да. Вот такая штука висит за хвостом. Это еще был такой green screen? Подергал, да. Или он был уже такой гуи. Он был черно-белый, еще и буковки там были. Да, но буковки это я уже видел, потому что я немножко на Unix уже... То есть был интерфейс командной строки? Что-то такое, да. Но вот на макинтоше, когда я вдруг оказался, на меня произвело большое впечатление. Но я не к тому говорю. Да. Это все как бы история компьютеров, это все интересно, но к делу не относится. Да. А вот что к делу относится, это вот когда меня вдруг начали звать на всякие митинги, и ожидали, что какие-то я буду комментарии как бы делать. Да. На это дело. Вот тут-то выяснилось, что понимаю, я очень плохо, когда говорят все разом, и все перебивают друг друга, и уже про меня никто не думает, и никто не говорит мне медленно. Да. И вообще никто как бы меня слушать особо не хочет. Друзья, я в этом месте хочу от себя практический совет дать, если вы находитесь где-то, и там какая-то, знаете, ну, завязалась беседа, не поймешь, о чем речь, а хочется что-то сказать, и не знаешь что. Есть два слова, которые всегда вас выручат. Первое слово вы так сокрушенно покачивая головой говорите «фак». Вот. Или в другую сторону покачивая головой вы говорите «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш». Вот. И вы будете абсолютно органично вписываться в любую дискуссию. Это интересный совет, но это никак не замена. Нет, ну, хоть как-то. Да, ну, как-то, да. Лайфхак. Лайфхак. Ну, можно просто вот так вот сидеть с умным лицом. Но они быстро понимают, что ты молчишь, вопросом не задаешь, и все такое. Ну, вот где-то через год дело как бы пошло уже лучше. через год когда мне проблема в том что тебя могут как бы и проходит там скажем три месяца или шесть месяцев и ты не говоришь и не говоришь и не можешь сказать и поэтому у них возникает желание что зачем ты им такой нужен то есть ты там что-то пишешь втихаря но неудобно знаешь у меня был момент тяжелый я уже несколько лет и жил в стране и работал более-менее нормально но тут я попал в стартап называться он broad vision и брод да broad vision был вторым стартапом вышедшим в паблик интернет стартапом первым вышел над скейт в апреле 96 а вторым вышел как раз broad vision в июле 96 который нет 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 это было связано с телевидение нет это было связано с тоже называется one one to one маркетинг такой ну неважно но был такой и вот значит я там сижу и там митинг на митинге чек 30 и каждый следующий митинг кто-то один должен они называют они тэйк ноута называет это скрайп тускай то есть грубо говоря по окончании митинга вы должны разослать всем такой конспект что о чем шел разговор по имела по циркулярному имела до жахнуть но и в какой-то момент я понимаю что ко мне уже подходит очередь и что я должен да и ну то есть так я сижу сижу там даже если я половина не понял в мне пофиг но здесь же я написать должен надо и это было сопряжено с нечеловеческими усилиями надо было записать на что-то рекордер какой взять но я не сообразил вот и напрягшись ну ничего но но справился все равно никто не читает вот это важно тоже друзья читать никто не будет вот так что пишите смело что хотите ну в основном то есть на 90 процентов вы окей даже если не поняли ничего она 10 конечно можете нарвать это митинг например с клиент ну нет внутренне очень очень внимательно и каждое слово обсасывается всех сторон потому что потом давай покажем эту штучку друзья это чисто американский юмор вот посмотрите говорят грубо говоря смысл такой за твоими собаками некому какашки собирать да давай сам нет такой феи нету феи которая собирает какашки это да хорошая как мы по-американский город может еще такие показать а я не понял что это это из банки это была банка с какой-нибудь кок кокой до колы подойдет следующее то есть это друзья уже какое-то творчество такое народная она как-то прибил приклеил как у нас стоит ты до крепко держится на на приклее на тоже это лицо это человек такой знаете простой человек его все имеют вот у него на лице написано правительство жена налоги платит и никак не поймет что происходит вот это вот такой образ ну пошли мы как раз вот и говорим нужно больше эмигранта чтобы его спасать побережье как красиво россия вот так белеет парус одинокий его видно видно и там а три дня назад его было бы не видно да а что в три дня назад у меня назад ветер был со стороны на повел и что действительно это время тут был правда я был тут тут еще вот было как бы нормально да вот когда мы вернулись родную силиконовую долину да вот там конечно убегали гарью пахло там не только в горю пахло ты не видишь вот как густом тумане ты видишь машину перед собой в каком месте скажем горе не минутку 17 как только ты проезжаешь как бы какую-то . да скатскую долину там уже начинается вот так вот этот дать сгущается был ветер со стороны а горит там какой-то несметное количество лесов я ребятам показывал как мы едем там полками нырил сторону сан-франциско и я на днях смотрел фильм американский война и мир так и там значит показывают вид на москву ну там из пригорода откуда тот москва горит и вот такое зарево там и чем-то мне это вот отдаленно напоминало то что я видел глядя в сторону сан-франциско вот какой-то такой кошмар знаешь не на не наш вид когда горит там вот у меня есть близки родственников он живет где на поле до нему пожар подошел где-то на расстоянии от одной до двух миль слушай а мне кажется или там вообще обычно никогда пожаров ты не было это это вот совершенно уникально или бывало раньше талифорния пожара вообще-то нет нет ну вот именно в наповал и нам салома такого сумасшедшего дома никогда не виноградники горят понимаешь ладно листом на горах наши вот эти любимые войны рис несколько а какие 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 из любимых ну вот напитом от итальянский несколько войны лист с итальянскими глаза итальянской вот это итальянская лозу которую привезли там не знаю в каком веке до который удалось пережить сухой закон это вот беринджер который делают вот беринджеры несколько их там довольно много итальянских саду и делается тоже они частично до тех пор так они потом обратно эту лозу перевозили обратно в италии да 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 это было подожди это было что же вино сейчас я вспомню они там разновидности кианте делают всякие не мерло там делают там там хорошие войны реста там а ним как бы большинство из них хорошие очень хорошего это это вот это самое место на земле где это все происходит вот как вопрос о языке чтобы закончить туда вот у меня ушел год работая и каждый день общаясь американцы для того чтобы от приемлемого уровня выйти на такой уровень что я уже как бы мог не думать об этом более не менее ну через три года после моего приезда для того чтобы мне как бы я начал преподавать с исключительной целью посмотреть насколько хороший мне язык смогу ли я лекции читать так мне было просто интересно потому что читать лекции тут ты уже не можешь тупым лицом я смотреть в ответ и тебя задают вопрос должен понять вопрос тебе задают с сильным акцентом каким-нибудь да или не не всегда понятный вопрос он и под по смыслу не всегда понятно то есть которые студенты они не всегда могут сформулировать да точно что надо как бы хотя за них додумать даже как вот за за них то угадать что именно он спрашивает и для этого уже как бы вариантов с языком быть не должно ты должен уже понимать и с китайским из персидского с австралийским и с каким угодно акцентом какие только как раз акцент мы проще понимаем чем просто американцы смотря с какими как нога танцы не так не договаривает там какие-то последние буквы когда ты уже у них все слоги обережу держаешь в это и как-то привыкаешь немного портнов если китаец будет говорить или вьетнамец поскольку все слоги открыты так партнов будет фону от порт остается по партнер и получится но это уже должен соображать вот вопрос так что поскольку слог не закрывается то от порт получается по окно получается но бегать по но очень может быть что так она и короче говоря а еще эта функция очень важная для твоих зрителей чтобы они знали принципиальная важная функция связанная с вот чем я того кто учит английский эмигранта так эмигранта да такого это интересно но 12 нет язык приходит натуральным образом идеальный возраст где-то от 10 до 13 лет да вообще акцента не будет потому что тогда ты становишься полностью двуязычным по ленгу да то есть у тебя нет акцента у тебя нету ты и в том и в другом языке совершенно говоришь свободу если родной не забудешь есть от тебе уже 12 лет ты уже родной не забудешь слушай сколько мы видели людей которые в 13 не говорят ни слова по-русски если ты выехал есть это первые 13 лет прожил в россии да и приехал в другую страну да ну может быть какие-то были уникальные чтобы вышиблить этот язык нет он уже остается то есть кто тоже 13 лет ты уже взрослый так поэтому ты добавить его про можно сказать можно в какие-то обстоятельства попасть что язык все-таки забыть наверное да но в общем нормальные люди уже с 13 лет его не забывают при этом выучивают второй язык и он становится практически родной да нет 20 ты уже его учишь как иностранный науч учиться сравнительно легко но опять же конечно я тебя индивидуальных вариантов и все такое лет в скажем в 50 ой очень плохо уже учатся лет 60 уже вообще ничего так я проводил эксперимент например на людях на себе французский когда-то я довольно бегло говорил по французски в россии потом выяснил что французскими как бы совершенно не нужен замеришь так и он был вытеснен полностью английский я пошел на курсы посмотреть что я выучу по французски уже тут уже туда пошел в комьюнити тут есть всякие такие практически очень очень-очень 50 долларов тебе дают что-то не знаю 10 лет зарабатывается же несущественная стоимость для такого развлекательного дела и выяснил интересную вещь да что вот то что я знал когда я был учился молодой я вот это начинал вспоминать очень быстро возвращаю все слова которые меня тренировали туда и сюда и туда и сюда до бесконечности как пройти там на вокзал проходи туда заверни направо за автобусной остановкой налево еще что-нибудь такое никакой силы тренируешь 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 сел в машину спрашиваешь свою женщину как пройти на вокзал не я не могу ответить не она не может то что мы только что повторили не знаю 50 раз то есть где-то снова есть аж тем более 60 лет но у меня особо я учил немецкий много лет ну как много лет школе учил в институте там кандидатский минимум сдавал ну и 30 лет после этого никакого так сказать столкновения меня с немецким не было пока мы не пошли посмотреть фильм по моему он назывался пианист сейчас не помню он фон был на немецком языке с английскими субтитрами по моему пианист и ты начал узнавать это не то что узнавать я после этого неделю какие-то слова из меня вместо английского выходили на немецком то есть машина вылезла вместо вместо skype говорил химмл и вдруг но я не знаю ну что такое а вот эти или барабан перебару попробуй выучить 20 новых немецких слов в дополнение к тем шестистам которые ты уже я может быть пару тысяч но я не уверен а зачем вот так для мотивации никакой нет ну вот эксперимент провести вот 20 слов выучить языке который в принципе ты уже учил и знаю я думаю я думаю не я думаю не знакомы слова казалось что это очень сложно ну а все что между 13 годами и 13 годами и 50 годами ну да уже вот какая-то кривая которая сильно зависит от индивидуальных способностей но в общем ой ты смотри только друзья вот так вот люди здесь да так собирается играть но мы на обратном пути может быть посмотрим начать тут вообще много барабана стучит вот так чему все это речь идет что с возрастом труднее изучать то есть пусть бы сейчас учили чем вот чем раньше и чем лучше он будет выучен да тем легче здесь устраиваться тогда вот этой ситуации которая описана вот в этой толстой книжке мемуарной вообще не возникает знаешь что это моя мама которая приехала ее же было на лет под 70 сейчас я соображаю ну да и было практически в 69 лет когда она ходила к врачам там стэнфорд я не обслуживались госпитали стенсовского университета и там переводчиков тут же вызывают и мама переводчика отодвигала и шла в общение так сказать с врачами все ее понимали единственно язык из которого она не брала слов был русским вот а так она значит и она свободно говорила по-немецки она из немецкого из идиш чего-то вспоминала из чего-то что она по-английски здесь подхватила она еще папа учила английскому то есть она сидела занималась учила папу вот и у нее были свои лайфхаки она например говорит если ты не вы пытаешься сказать вот это вот те и счет этого цвета она ведь ты не мучайся ты гсд говорит д вот говорит вот тебя спросят говорят как тебя зовут а ты кто твича гать my name is пидор но нас кет на папу это не действовал он не не усваивание хотел нет нет как-то у него но он проходил на английском он прошел этот самый экзамен на граждане прием на гражданскую он сидел занимался и вот так у меня была тетя она приехала 82 года было и когда она приехала пойдем сюда красоту будем показывать и камеру поставь тенечек да так чего она приехала 82 года значит через шесть лет и нужно было проходить этот экзамен да на гражданство и уже было 88 ей предложили переводчика за жену бесплатно так она сказала нет я приехала в америку я буду говорить так же как все нормальные и прошла экзамен по английски но сказать что она знала но вот я просто говорю что есть люди общительные они из всех языков привлекают и их понимают понимаем нет меня понимали с первого дня проблема была в том что я с трудом понимал все что вокруг происходит короче говоря чем лучше выучил в общем 3 проще вливаться в эту жизнь да то есть некоторые говорят вот выиграю green card лотерею начну учить английский вот а мы говорим с виктором пока английский не выучил вот знаешь что ты его не выучил вот и как чего-то придет будешь сосать лапу в лучшем случае вот английский то а почему бы его вообще не всем не выучить ну это же как бы прекрасное упражнение я думаю те кто молодые они получат мгновенно доступ к источникам информации и так дальше то что они читают по-русски скажем это гарантированно искаженно то есть как как бы это свобода таскет получение информации но те кто постарше может быть им трудно куча английских слов влились русские революшн с какими-то странными искривлениями ну особенно последнее время ваучер киллор до тинейджер и пейджер вот пожалуйста смартфон но как выяснилось этот процесс шел еще давно например слова рельс дак это по-английски рейлс до русскими она превратилась в рельс и в единственном числе да да слова рейлс существовало до железных дорог конечно когда абрахам линкольн сбивал вот там есть история как он изгород строила вот эти длинные палки это назывались рейл ну это рейл или поручень фактически какие-то поручень но потом они появились дороги длинные железные дороги вот это рейлс превратилась в русское слово рельс то есть этот процесс друзья похожих языков десятка два хохмачек и вы уже можете говорить по-английски таки да да на самом деле есть такая программа английский для русских базирующихся на общих словах что может быть и неплохой вариант я думаю это больше как развлекуха потому что хочешь учить язык учи язык функционируй на языке есть то базируешься на как начался ты уже знаешь а если по-русски ничего не знаешь когда что вести по русски ничего не знаешь идею чекет вести в общем друзья масса полезных советов на вас сегодня вы поняли лучше как американцы относятся к миграции к чему еще к изучению языков всяких и вот и конце очень доброжелательно относятся к мигрантам да если кто-то не врубается из ним невозможно общаться то ты не можешь долго держать такого человека на работе или в классе ну да да или это должно быть компенсировано чем-то очень выдающимся или чем-то очень выдающим но это отдельная история переводчиков я не знаю даже я знаю выдающихся людей даже певши сюда например серьезных математикам да да им дают переводчик не давали ему то нет сказали идею то смехмат который он подучил да он там теория у него было бы его знали по русским работам он их в россии как бы даже в советском союзе скрывал немножко потому что потому что его на чего его не вы не выпустили такой он был он серьезный крупный ученый его лично знал если вместе работать будем вот уже здесь работал нет я там вот потому что там мы работали там программированием каким-то занимались а вот там свои какие-то алгоритмы сочинял где-то публиковалось там не очень активно полном приехала вдруг выскочили но даже к такому человеку никто не представлял передачу да друзья ведь как как тяжело было в нашей волне иммиграции а сейчас приехал пошел на стройку на русскую в русский магазин куда там еще можно на русской русский ресторан русский ресторан ветер сделая есть есть там работают люди в общем жить можно жить можно замечать все на этой волне так мы так и назовём это жить можно здорово счастливо